Не дня без загрязнения. Топливо из танкера Делфи продолжает вытекать. Этой ночью была очередная утечка. Такие разливы стали происходить почти каждый день. Чиновники предлагают усилить меры защиты, установить двойное бонирование. А в госэк-инспекции снова взяли пробы воды. Сегодня инспекторами мне было поведомлено, что снова зафиксирована пляма характерного выгляда. Субтитры выбраны для лаборатории. После обеда мы будем видеть результаты исследований. Но мы уже понимаем, что перевышения снова будут сегодня. Мы сегодня рассмотрели по бонам подтопленный кут. Мы обратились к государственному предприятию администрации морских портов Украины с проханием эту ситуацию исправить. Применены химикаты в виде сорбета для того, чтобы это все локализовать, устранить. Дальше на сегодняшний день там проводят ряд мероприятий. То есть водолазы изучают причину, откуда это. То есть это либо новая утечка, либо это не справляются боны. Когда поднимается шторм или ветер, то есть боны не справляются с изоляцией этих пятен, которые там, ну, с количеством нефти, которое там есть. И, соответственно, периодически появляются пятна, которые впоследствии появляются в море. Отмечу, что 20 июля закончился новый конечный срок, когда судно должны были забрать с пляжа. В ГОСЭК инспекции прогнозируют возобновление операции по подъему затонувшего танкера после водолазных работ по снижению его веса. Об этом сообщил председатель ГОСЭК инспекции Андрей Малевный. Первые две попытки, напомню, были безуспешными. Делфи оказался слишком тяжелым, поэтому во время подъема треснул понтон и порвался кормовой трос. Водолазы должны облегчить судно, откачать кормовый отсек и носовой трюму, держать треснувший понтон и заменить его.